Всем привет! Меня зовут Таня Иванова, и это канал HelloBlogger. Сегодня мы в гостях у Tiger Milk Media, и с нами Тимофей, директор по развитию Tiger Milk. Тимо, привет! Всем привет! Скажи, пожалуйста, вы считаете себя королями пабликов? Думаю, мы короли не пабликов, а контента в социальных медиа. Я считаю, что уже прошла эра пабликов. В принципе, золотая эра инстаграма тоже сходит на нет. У тебя есть какие-то прогнозы на то, что будет популярно дальше? Ну, там не только мои личные прогнозы, это как бы описывается и в профессиональной какой-то прессе тематичной. Ну, определенно, тренда три — это видео, это мобайл и это мессенджеры. То есть, скорее всего, наверное, может быть что-то и на стыке этого и появится. То есть, я правильно понимаю, что вы не просто так создали свой паблик в мессенджере и анонсировали его буквально вот совсем недавно? Да, но это определенно не просто так, но это была и не целиком наша инициатива. То есть, пришли ребята, сказали, что мы умеем делать вот это, может быть, вам будет интересно. Мы решили, что, конечно, да, это нам очень интересно, и раз есть люди, которые уже это сделали, то почему бы не купить у них там технологию? И это, по сути, это там шаблон, и он масштабируется на миллион любых проектов. Вот, то есть, мы купили как бы технологию шаблон. А у вас уже, ну, неделя, да, наверное, чуть больше запущен? Ну, думаю, да, в районе, может, недели, десяти дней, где-то так. Но уже есть какой-то результат? Ну, да, в первый день было там что-то в районе трехсот установок, сейчас я там статистику точную не скажу, но, опять же, это эксперимент, который стоил нам там копейки в масштабах затрат, поэтому, ну, просто было интересно посмотреть, что будет. У вас за год, да, если я не ошибаюсь, может, чуть побольше, с одного канала, да, появилось там семь? Да, сейчас семь каналов. Год назад мы снимали в районе восьми видео в месяц, восьмидесяти сейчас это семьдесят, к концу лета планируем делать сто. Вот, это такая платформа видео YouTube, которая, ну, растет, и прям очень верим в это. Вы не хотите делать видео не только связанные, ну, там, не знаю, с едой, но и какой-то более сложный образовательный контент, потому что, как мне кажется, его сейчас вот совершенно не хватает. Есть еда, есть фитнес, есть бьюти, вот на твой взгляд, чего нет, и вы это сделаете? Ну, если говорить о каком-то образовательном контенте, то да, но опять же в рамках тематик каких-то там, потому что мы все-таки там спешл-интерест компания, мы делаем, ну, контентные проекты по интересам широким для аудитории. И если это будет образовательный, то там, опять же, тот же фитнес, рецепты, то есть уходить в какие-то более продвинутые там кулинарные изыски, какие-то мастер-классы, ну, то есть двигаться по пути там усложнения контента и там всасывания более какой-то профессиональной аудитории. Ты сам дома много готовишь? Ну, на самом деле, да. Когда появилось видео, когда этот проект так стал набирать обороты, и я там в нем привлекался, и как участник, какой-то появился интерес к теме, и вот вся эта там эстетика кулинарная как-то мне стала близка, и теперь да, каждый день практически готовлю дом. Наверное, девушка твоя очень любит, как ты готовишь. Ну, не знаю, по этому поводу ничего не могу сказать, потому что девушки как-то не наблюдаются вокруг последнего. Скажи мне, пожалуйста, чем белорусский рекламный рынок отличается от российского? Слушай, ну, мы с белорусским рынком не соприкасаемся абсолютно, поэтому чем отличается, наверное, там предметно не скажу, но определенно он очень мал, и поэтому там мало и интересен. Если вы работаете с российским рынком, то, наверное, почувствовали на себе кризис наш? Если да, то сократилось ли количество заказов, да, на видео или на размещение в пабликах? Если нет, то нет. Да, определенно почувствовали, особенно вот вокруг там плюс-минус месяц от Нового года и после была такая ситуация неопределенности, когда еще никто не понимал, где там дно, насколько это все просядет, упадет. Да, было такое ощущение, ну не паники, но такого тревоги, беспокойства, и нужно было, конечно, и команду успокоить, что все под контролем. То есть мы проводили там и беседы с ребятами, вот, ну и в целом это было и полезно, потому что издержки какие-то сократили, лишние там траты убрали, соптимизировались. По поводу клиентов, определенно, что малый бизнес, те, кто покупал какие-то там товары в Китае и через паблик их продавал, они, ну, серьезно просели, потому что и курс скакнул, и как бы тоже неопределенность на них давит. Но зато крупные бренды, медийные бюджеты стали перетекать в эту там историю, потому что телевизор стал дорого, интернет, там что-то прикольное, как-то понятно посчитать фидбэк, и там Coca-Cola и такие крупные бренды начали там свои бюджеты перераспределять в Digital тоже. Скажи, пожалуйста, сколько у вас здесь сидит в офисе человек и преимущественно кто чем занимается? Ну, всего в команде Tiger Milk Media в районе 40 человек, из них в Минске, наверное, 20-25, а в офисе нету там постоянного какого-то количества, потому что график у нас свободный, и, в принципе, мы не ограничиваем там, если кому-то хочется поработать сегодня там из дома или, может быть, из другой страны, то можно это вполне делать. Поэтому, ну, плюс-минус в районе там 15 человек в офисе находятся, наверное, ежедневно в Минске. Такой, знаешь, сложный вопрос, можешь не отвечать, если будет очень плохо. Как ты относишься к белорусским видеоблогерам и к российским блогерам? И вообще к ажиотажу, который последний год наблюдается вокруг них? Ну, наверное, здесь стоит, конечно, отделять мое там личное отношение, и, ну, если есть производство такого контента, определенно у него есть спрос, так как бы всегда бывает. Поэтому с этой точки зрения, ну, ребята молодцы, они дают людям то, что они готовы потреблять, зарабатывают, двигают эту тему. Ну, лично мне там в силу, может быть, возраста или еще каких-то причин, конечно, кажется это странным, я бы никогда в жизни этим не занимался. И, ну, хотелось бы видеть, наверное, развитие каких-то более там интеллектуальных, каких-то наполненных смыслом, какой-то мыслью, чтобы посыл был в этих роликах. Но, наверное, это молодая аудитория, и им интересно это, они хотят потреблять такой контент. Ну, не мне, в общем, судить. Раз такое происходит, значит, это кому-то нужно. Давай немножечко поговорим про ВКонтакте, поскольку вы начинали, да, с этой платформы. Мне кажется, что ВКонтакте сейчас не работает ничего. Ну, то есть аудитория настолько устала от рекламы, что она мало на что откликается. Так ли это? Ну, конечно, активность, взаимодействие с рекламой, которая есть сейчас, и то, что было год назад, два, вообще говорить не приходится. Она определенно сократилась очень сильно. Видно, что люди, ну, есть там такое понятие, как баннерная слепота, если говорить о традиционном вебе, то, наверное, это тоже развилось и ВКонтакте тоже, поэтому какие-то другие форматы 100% нужны. Я вижу, что там команда ВКонтакте их вводит, то есть это там промо-посты в ленту, например. Но, опять же, это там интересно сейчас крупным брендам, потому что какому-то там условному петь невозможно. Наверное, да, с китайскими часами невозможно сейчас этим пользоваться. То есть какие-то нужны новые форматы. Знаю, что ВКонтакте есть определенная проблема с тем, что люди перестали создавать контент, они только репостят, ничего не создают. Там, наверное, это одна из причин, почему они снайпстер тут запустили. Ну, это естественный процесс, такой цикл жизни. Да, сейчас такой активности нет. Там цена клика выше. И, наверное, это будет пользоваться спросом, пока она там конкурентна, там, с каким-нибудь Google или Яндекс.Директом. Пока это конкурентом по отношению к ним, это будет жизнь. Как только это станет дороже, там, либо цены пойдут вниз, либо, ну, скорее всего, цены пойдут вниз. То есть никто не скажет, все, мы закрываемся. То есть ребят, которые занимаются там пабликами и около этой темы. Скажи мне пару слов про одноклассники. Взаимодействуете ли вы как-то с этой социальной сетью? Нравится она вам, не нравится? Удается ли им как-то сравняться с ВКонтакте? Потому что на всех маркетинговых конференциях они всегда говорят о том, что мы вообще впереди ВКонтакте, Facebook, Instagram, всех-всех-всех. Мы самая главная социальная сеть в России. Одноклассники определенно отличаются от ВКонтакте. Они, наверное, больше декламируют и говорят, что они готовы там помогать и как-то развивать. Чем делают ВКонтакте? Наоборот, они меньше говорят, больше делают. Но в то же время есть понимание, что та аудитория, которая есть в Одноклассниках, ее нету нигде больше в Рунете. Это регионы, это люди постарше, с определенными интересами, образом жизни. Поэтому мы, конечно же, там присутствуем. Там у нас процентов 25 нашей аудитории – это Одноклассники. Поэтому мы, конечно, работаем с ними, пытаемся находить там общий язык. Наверное, их проблема в том, что это большая структура Mail.ru, и не все процессы у них внутренние хорошо отлажены между отделами взаимодействия. Поэтому не всегда у них получается делать то, что они говорят. Но хочется верить, что, по крайней мере, то, что они говорят, соответствует с тем, что они думают и не вводит никого в заблуждение. Давай тогда представим, что я – это некий большой бренд, да, и я разрабатываю свою какую-то стратегию, да, там, на ближайший год по соцмедиа. Вот на что бы ты рекомендовал мне, может быть, там, в процентном соотношении обратить свое внимание? Не знаю, там, 60% бюджета потратить на YouTube, 20% там на Instagram и по 5% на ВКонтакте, Одноклассники и 2% в Twitter. Ну, кстати, я думаю, что ты довольно так точно перекинула, потому что определенно я бы рекомендовал там какую-то основную часть пустить в видео, но не обязательно там YouTube, потому что в том же Одноклассниках есть видеоканалы ВКонтакте, ну, видео как категория, Instagram, потому что это мобайл. В Instagram, ну, какой-то дичайший просто конверсия там подписчиков в лайки, то есть если ВКонтакте на там миллионном паблике мы видим, опять же, тысячи лайков на пост, то в Instagram этих же показателей по лайкам можно добиться там статысичным пабликом. Ну, люди видят телефон, между ними никаких преград особо нет, между ними и контентом, поэтому вовлеченность там определенно выше, чем в других сетях, поэтому Instagram был бы на втором месте, ну и как-то там остатки распределить пропорционально, ну, опять же, в зависимости от того, какая там целевая аудитория, может быть, это Одноклассники больше, может быть, это больше ВКонтакте, может быть, это больше Facebook. А про Twitter скажешь что-нибудь? Или ты вообще про него забыл и вычеркнул в своей жизни? Да, как-то с Twitter у меня не сложилось ни там личное какое-то общение, ни какое-то там в рамках компании, потому что Twitter у нас нету, были там идеи этим заняться, но, опять же, не знаю, наверное, приоритет был низкий этих желаний, поэтому они там не реализовались какие-то действия. Давай последний вопрос. Как ты считаешь в данную конкретную минуту, вот сейчас на том уровне, в каком развит рекламный рынок, возможно ли создать компанию а-ля Tiger Milk Media или вы просто молодцы и оказались в нужное время в нужном месте? И вот, ну, как бы так сложили звезды, и вам повезло? Во-первых, возможно, все. Во-вторых, да, сложили звезды, повезло, но это, конечно же, не является там единственным каким-то фактором, потому что должны и звезды сойтись, ты должен проявить и, ну, какие-то там… В общем, это не так просто, что ты оказываешься в нужном месте, ты, опять же, идешь к этому месту почему-то, что-то там тебя ведет, потом тебе нужно правильно в этом месте оказавшись повести себя, найти людей, которые в это поверят, которых ты вокруг себя соберешь, которые в это будут действительно жить этим и любить то, что они делают. То есть, ну, много факторов. Один из них, конечно, да, оказаться в нужном месте в нужное время. Без этого очень сложно. Хотел с тобой попрощаться, но не могу. Если бы завтра в Белоруссии не было интернета, вообще никакого, ты бы что сделал? Ну, скорее всего, Питер. Это хорошая новость, поэтому мы ждем Тимофея в Петербурге и прощаемся с вами. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok